Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о моральном ущербе и по-другому это называется моральный вред. И эта тема, конечно же, она очень интересная и многогранная, и недаром этому уделяется огромное внимание со стороны, в том числе, высших судебных инстанций, со стороны Верховного Суда, который буквально недавно принял постановление Пленума Верховного Суда о практике применения судами норм о компенсации морального вреда. И вот это постановление, оно очень знаковое по своей сути, потому что Институт возмещения морального вреда, в отличие от других институтов права, он очень сильно отстает от мировых тенденций. И сейчас нарушение прав, свобод человека со стороны недобросовестных, недобросовестной стороны, да, причинения имущественного вреда, вреда здоровью и так далее, это все не находит своего надлежащего и полного отображения в виде возмещения морального ущерба и соответствующим образом морального вреда. Поэтому вот это, дорогие друзья, одна из основных задач. И, как сказано в постановлении Пленума, права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с Конституцией Российской Федерации. И каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. И вот одним из таких способов защиты гражданских прав является компенсация морального вреда. И под моральным вредом понимают нравственные или физические страдания, причиненные действиями и бездействиями, посягающими на принадлежащие гражданину его личные неимущественные права, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать деятельность и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных семейных связей, право на охрану здоровья, медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения. За этим часто прячется недобросовестная сторона. Право авторства, право автора на имя, другие личные и неимущественные права автора, результата интеллектуальной деятельности и другие права или нарушающие имущественные права гражданина. Вот это все в соответствии с мнением Верховного Суда подлежит защите путем возмещения морального ущерба. Вот об этом, дорогие друзья, мы поговорим в своих роликах. И мы должны стремиться к тому, чтобы действительный моральный вред и ущерб возмещался в надлежащем объеме. Вот это наша задача. Если у вас есть вопросы по поводу взыскания, возмещения морального ущерба, пишите, звоните, высказывайте свое мнение. Мы этот разговор будем продолжать. И если что, я проконсультирую. Поможем в составлении исков, апелляций, касаций и других документов. И, конечно же, дорогие друзья, удачи вам в ваших делах, победы в судебных процессах. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!